Возвращаемся в эфир 28 декабря 2021 года, 676 выпуск нашего утреннего шоу «Четцы за бабуйня». И продолжаем говорить и обсуждать будущее, возможно, будущее масштабное нападение России на Украину, о котором докладывают спецслужбы западных стран, публикуются в СМИ Германии, Англии, США, какие-то планы, где-то собрана информация, что много разных мнений. Одно можно сказать точно, это действительно может быть, но этого может и не быть. Вот это мы знаем точно, поэтому надо быть ко всему готовым, надо понимать, что происходит у нас на линии фронта, что происходит у нас в армии, во власти, как думает народ, и, соответственно, обсуждаем это с нашими зрителями, и у нас есть еще один звонок. Алло, доброе утро, кто вы, откуда вы, как вас зовут? Доброе утро, Андрей Лисичанск. Андрей, вот эта тема, которая, ну, вам, наверное, совсем близкая, линия фронта очень рядом, вы, первый вопрос короткий, вы верите в возможность нападения, такого масштабного нападения в конце января, в начале февраля? Ну, по датам никак не прогнозируемо. А почему нет, то есть, ну, опять, на самом деле я не задумываюсь, масштабное будет нападение или нет, ну, поскольку у нас тут 20 километров до линии, то нам прилетит в любом случае, поэтому, ну, как бы, мне не очень интересует масштаб. Ну, наверное, по сравнению с событиями 2014 года, то, что рисуют сейчас в СМИ, то, что рисует разведка западных стран, это все-таки масштабнее. Я не против, ну, у меня нет никого из знакомых в разведке США или в других странах, поэтому мне сложно судить, насколько это правильно, правильно, а во-вторых, ну, как бы, предсказать действия не совсем адекватного человека очень сложно, ну, если по нам долбанут ядерной ракетой, ну, собственно, что мы с этим сможем сделать? Ну, хорошо, значит, мы умрем. Хорошо, тогда другой вопрос. Как обстановка, вот, если у вас есть какие-то данные, не секретные данные, а визуальные данные, как обстановка в городах, вот, прифронтовых, как, условно говоря, как наша доблестная ВСУ, готова ли встретить врага? Ну, мне сложно сказать про ВСУ, опять, тем более, если мы не разглашаем секретов, которых я не знаю. Вопрос следующий. Ну, если кто-то, может быть, не заметил, то у нас война идет восьмой год, поэтому, как бы, ситуация, при которой ты едешь по трассе и навстречу тебе движется колонна техники на ротацию с ротацией, она, ну, как бы, это нормально, мы в этом живем внутри. Сказать, что их стало больше или меньше, ну, я специально не наблюдал, то есть, у нас нет, ну, скажем, ВСУ никуда не делись, они стоят. То есть, стала ли какая-то активность более заметна, ну, на мой взгляд, нет, но она, она, как бы, была. За это время уже построено достаточно большое количество укреппунктов. Я просто, ну, я не знаю, нужно ли суетиться или не нужно. Вот мы это, мы это и обсуждаем. Нужно ли суетиться? Ну, нет, я понимаю, нужно ответственно подходить к любой информации, но только ответственно. Но суета, нужна ли здесь суета? Кто ее разносит? Мы это обсуждаем, в том числе. Ну, собственно говоря, если люди на восьмом годе войны еще не поняли, что прямое военное нападение может случиться, то, наверное, им уже не надо. То есть, это бессмысленно, надо быть наглухо отбитым человеком, чтобы это за восемь лет не понять. Те, кто живут в приграничных районах, я думаю, таких нет. Кстати, вот есть очень интересное такое наблюдение у меня, я не знаю, как бы, я для себя еще не очень понимаю. Но если в 2014-2015 году в маршрутках можно было услышать откровенно антиукраинские высказывания и, ну, типа, там, такие угрозы, что, ну, ладно, вот, наши придут, мы вам еще покажем, там, укропы недобитые, то сейчас этого нет как факта. Вот этого нет нигде и никак в прифронтовых районах, никак как факт это исчезло. С чем это связано, я не знаю, ну, то есть, я понимаю, что ватники как бы не переселились никуда, но, наверное, все поняли, что уже есть ВСО, есть батальоны терробороны, есть просто люди, которые готовы защищать свою родину с оружием в руках. И вот такой ситуации, как в 2014-м, когда группа наркоманов, алкоголиков при поддержке зеленых человечков, которых никто не мог, типа, понять, это зеленые человечки или это так, погулять вышли. Захватывало, там, управление милицией и так далее, такого не будет. То есть, теперь для того, чтобы захватить, как бы, какую-то часть украинской земли, придется идти, ну, в танковую атаку, сад, подготовка и так далее. И даже ватник, который живет вот здесь, и он, как бы, да, очень любит Путина, но от этого он понимает и не стал больше любить путинские ракеты. Вот. То есть, это точно есть. А касательно терробороны, вот Кличко, мэр Киева, Мискиголова, Винтики, вот, вчера провел заседание какого-то там штаба своего, и они начали говорить как-то так публично. Ну, как бы, все знали о терробороне, все знали, что это где-то, где-то что-то происходит. Вот Кличко только-только начал, или он не в курсе был, как вы считаете, у вас как с терробороной? У нас терробороны достаточно плохо и хорошо, ну, то есть, чтобы была понятна, зона АТО, ООС, здесь очень долгое время вообще не формировалась терроборона, потому что, ну, мы же, как бы, потенциальные предатели, в общем-то, я только так это обменяю. А, я вас понимаю. Да, мы потенциальные предатели, поэтому куда же им оружие давать, чтобы было понятно, невозможно было в Луганской и Донецкой области легально купить даже охотничьи ружьё и патроны, просто магазины не продавали, был запрет. Вот, примерно год назад ситуация поменялась. Сейчас создана терроборона в Луганской и Донецкой области, ну, как бы, проходят какие-то учения, но у нас, на самом деле, достаточно высокая плотность и ЗСУ, и нацполиции, и нацгвардии. То есть, ну, я, в принципе, за терроборону, как вообще единственный действенный инструмент, то есть, если это так, как в Финляндии или так, как в той же Эстонии, когда 80% мужского населения готово просто вытащить из-под кровати или там, условно, из ближайшего хранилища ствол и встать на защиту своей страны, зная местность, понимая, кому он подчиняется, и понимая, что, в принципе, ему не ставится сверхзадача, ему ставится только задача, вот, всё, что не с нашей символикой, должно быть уничтожено, и без, там, сложных каких-то стратегических манёров. Вот, у нас, наверняка, это единственный выход, потому что, ну, жить с сумасшедшим соседем, соседам надо иметь сбиту в прихожей, это однозначно. По поводу Киева, ну... Не поздно ли? Ну, лучше хоть что-то, ничего, это первое. Второе, опять же, всё очень сильно зависит от того, вам шашечки ли ехать. То есть, на самом деле, ну, какая задача будет стоять, наоборот? Если это охрана каких-то общественных мест и так далее, то, ну, натаскать взвод, сыграть их, условно, да, спортивный термин, срабатывание, да, вот этих людей. Назначить толковых командиров, которые имеют боеволу. Ну, я думаю, что реально это заметить. То есть, это будут вполне нормальные боеспособные части, которые будут стоять на блокпостах и проверять там проезжающие машины и не пустить диверсанты. Если это части, которые будут сбивать космические спутники Российской Федерации, то, наверное, нет. И вот последний тогда вопрос, чтобы заканчивать, вытекающий, наверное, из терробороны или в комплексе. Это моё мнение, возможно, я ошибаюсь, но я, находясь в информационном пространстве, всё время смотрю и не понимаю. Как по мне, отсутствует информация о том, что мы, каждый на своём месте, каждый в своей отрасли или области, в городе, что мы должны, обязаны будем делать в случае вот каких-то таких или таких событий. По истории, по опыту 2014 года, когда забыли военкоматы, забыли документацию, архивы, забыли документы, люди не знали, куда выезжать, по каким дорогам направляться, эвакуироваться, не было вообще ничего сказано. Вот сейчас, мне кажется, что информация, да, многое что улучшилось, это точно, в СУ точно улучшилось, в терробороне точно улучшилось. Но вот для гражданских, куда бежать, куда идти, кто-то хочет эвакуировать семью, но вернуться, кто-то хочет пойти в военкомат записаться, кто-то хочет пойти потренироваться. Вот мне кажется, что я ошибаюсь или это всё-таки так? Я просто личное мнение человека спрашиваю, не какое-то там другое, не общее. Ну, на мой взгляд, это так. Потому что, на самом деле, если каждый из людей, которые сидят сейчас дома, попробует себе ответить на вопрос, вот сейчас он включает телевизор и, условно говоря, видит картинку или слышит парадик, что началось крупномасштабное вторжение, то вот его... Он хорошо понимает себе действия на первые три часа. Ну, я, например, нехорошо понимаю. То есть, я вообще не понимаю. Ну, это основная проблема. Потому что, на самом деле, есть, как бы, наверное, должностные лица, у которых прописано, я надеюсь, мне очень бы хотелось верить, что у них прописан алгоритм действий на случай объявления военного положения. Кстати, в 2018 году у нас же было объявление военного положения, ну, по крайней мере, там отдельное в области. И потом получились выборы в 2019, и я не очень уверен, что результаты эти куда-то пошли. Ну, имеется в виду, там же какие-то данные получили, где мы готовы, где не готовы, где у нас дырки, которые надо заткнуть, что у нас хорошо. Ну, это, допустим, внутренние данные. Насколько я помню, это еще было в советское время гражданская оборона. Это целое направление было. Я не знаю, кому оно, правда, принадлежало. Не помню, не знаю. Подчинялось кому это гражданское. Вопрос же вот в чем. То есть, если этот план, если план существует, но он настолько секретный, что о нем никто никогда не узнает, это означает, что плана нет. Вот, я согласен. То есть, я как совершенно, скажем, обыватель, да, приняв какое-то из решений, значит, бежать, оставаться, переждать или вступить в бой, должен понимать, что в каком случае мне делать. Конечно. Если я бегу, то сбор беженцев, ну, вот, условно говоря, вот там-то, а не вот эта замечательная мантра наших охранников цивильной обороны, да, которые говорят, вам позвонят. Ну, простите, может не работать телефонная связь. Я должен понимать, что сбор беженцев, условно говоря, на вокзале, вот там, иметь с собой кружку-ложку, там, паек на три дня документы и так далее. И вы будете ехать и копать окопы там. Вот я это имею в виду, да, да. Ну, в этом плане ничего не изменилось в лучшую сторону. На мой взгляд, оправдание, что, типа, знаете, мы боремся таким образом с паникой, ну, так неизвестность, она же на самом деле пугает больше, чем известно. Я об этом размышлял, я, извиняюсь, я об этом размышлял, вот, за эти 8 лет, ну, можно было выделить какие-то, чтобы не усложнять, можно было выделить какие-то три направления действий простых, я имею в виду простых людей, например, тех, кто военнообязанный, демобилизованный или там, как правильно это назвать, на учете стоят. Вот вам бумажка А4 в АТБ на стенде в любом супермаркете, действуйте, номер такой-то, улица такая-то, там, по месту, по каждому району, там, городов, там, поселков, все. Гражданские лица, вот ваши действия такие-то, сбор возле такого-то, такого-то убежища, там, такое-то, такое-то. И вот в течение каких-то лет, вот, последних лет, вот, без паники, человек, проходя мимо с сумками с едой, может быть, на секунду остановится, прочитает. Ну, да. Ну, на самом деле, это можно делать как угодно, это можно было делать разными способами. То есть, это именно так и должно делаться. Должны быть простые, понятные инструкции, которые, ну, не предполагают, потому что это стресс, это, как бы, возможно, там, какая-то паника, возможно, перебои, там, с транспортом и так далее. Не надо сложного ничего. Люди должны понимать, что он должен прийти, желательно, зная кого-то в лицо, ну, то есть, условно говоря, там, мэр города, да, которого показывают. Вот, вот, ты подходишь под мэрию, тебя встречает этот дядька и, как бы, отправляет тебя куда-то дальше. Вот, все, больше ничего не надо. Ну, чтобы закончить на какой-то позитивной ноте, мы все равно верим в нашу доблестную ВСУ, в нашу терраборону, в наших бойцов, солдат, тружеников тыла, напоследок. Ну, да. Еще бы понять, где у нас труженики трудятся в тылу, потому что, вот, вот не очень я вижу перевод на военные рельсы экономики, ну, такое. Хорошо, спасибо вам за участие, спасибо большое, если что, еще звоните к нам, спасибо, и мы продолжаем, точнее, мы заканчиваем нашу программу. Все у нас прошел, эфир прошел, хорошо, всем спасибо, не переключайтесь, важные темы у нас поднимаются, обсуждаем и, соответственно, делайте выводы, ну, или мы помогаем делать выводы вам. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАТorzok 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 ДИНАТО Як стрімко наближається земля Напружена чужа і неласкава Та екіпажів вже на кораблях Готова до атаки грізд на лавах Не стерки наші подвиги вікам І не будем всем далек TP ДИНАТorzok А короб проспевает морякам, Від ниней вы, від ниней вы, мужчины! А короб проспевает морякам, Від ниней вы, від ниней вы, мужчины! Від вагою, в силу, хорописью и правдою Мы море бережем від пороги. Від війська Запорізького, Онуки Сагайдачного Отримали знамена наших днів. Мы не ховаем голови, Під хвилями вороги, Вороги нас козацьких синих прес. И сколько жить будем, Мы клятву не забудемо, На зависти країни ВМС! И сколько жить будем, Присягу не забудемо, На зависти країни ВМС! Повітря скрипит на зубах, Наче пороги, И кулі свистять біля скромь. Від наших очей не сховається ворог, И мы открываем огонь. Охой! Повітря скрипит на зубах, И мы помолимся за кров до біди, В темну ніч, Сірованці нічні вовки, Сірованці нічні вовки! Повітря скрипит на зубах, Повітря скрипит на зубах, Субтитры создавал DimaTorzok